Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, номер 1256, события дня, Даниил 9, 19, Господи, услыши, Господи, прости, Господи, внемли и соверши, неумедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем. И объявление, которое даем, умерла сестра, даже два года, осталось четверо детей, такая мысль помочь детям, я был в деревне, в это время тут так вот решили, создали объявление дать, и тормозничь, и посчитайте тут все, не просто деньги ищут, а какой порядок, под контролем все, и уже на эти деньги покупали. Дали там оборудование готовить как пищу, и дети уже учатся в училище. Ядра. Ядра. Слава Господа Бога нашего, Бога Отца и Сына и Святого Духа, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От всего рода человеческого хвалю Бога нашего за милосердие и любовь к созданию Своему в лице Господа нашего Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. И за те сосуды, дающие во все времена истории человечества, указывающие на путь ко спасению. Слава Господу нашему и Иисусу Богу, Иисусу Христу. Аллилуйя. Аминь. Мир всем, Игнатий Тихонович. Низкий поклон всей пастве за труды ваши. Спаси Христос тебя, Никита. Да и наш... Да... Наш... Да... Ну, отец Игнатий Павел. Тоже делает. Наталья Усатова. А Алексей Ше, наверное, Шахматов, все ищет себе оправдания. Ну, да. Оправдания. Майки, да, вот ничего не требуется. В первом соборе показали, там вот требуется, не делаешь чего себе, не желаешь там, воздерживайтесь от удавленных. Да, все, больше ничего не требовалось. Так у них и ничего не требовалось. Это были люди другие. А сегодня... Дальше-то, на первый день, когда принимают, не требовалось ничего. А дальше-то что? Тогда, если так рассуждать, тогда на горное пропытие нужна блаженный нищий дух, блаженный плащащий, блаженный кроткий. Ничего не надо тогда, вообще ничего не надо. Достаточно, чтобы от этого делать. Ну, и дальше-то жизнь начинается. И там все это указано. И, притом, много указано чего. Апостола Павла. Там нет ни о посте, ни о молитве постоянной. Нет ни о благовестии. Так нельзя один стих вырвать и на нем стоять, не понимая ничего в нем. Надо было бы ему вопрос задать. А сколько лет сам Господь, Бог наш Иисус Христос, учил своих учеников, да еще с каким терпением, до того, как они приняли Духа Святого в день Пятидесятницы? Алексею все православные пусть не бегут вперед евангелистов и апостолов. Сначала надо покаяться. Ну, как, с папироса и вышел опять, закурил и пошел. Принял Христа как Свою личному спасителю. Во время покаяния человек почувствует прощение от Бога. Как жерновый камень снят с шеи и избавится от всех грехов. Они даже сами отпадут мгновенно. А потом пойти к священнику наиспоить, все рассказать и после только к окрещению подходить. Здесь ничего не было. Окрещеный, все творил, всю жизнь жил в блуде, в блуде, в сексе индустрии. Тысячи людей погубил. Пришел, и все, в дамке. И увидит других. Это игру, устроил он себе этим. Ничего нет. Иди узнают, как, кто, что, где. И найти где-то от себя подтверждение. Страха Божия никакого вообще нет. А Игнатий Брянчинов прямо говорит, начни все сначала. Я полюбил, я полюбил, да ничего нет этого. Это обман. Начало мудрости, страх Господи. А какой страх? Ты только об одном думаешь, как покурить, сблудить. Так и осталось все это уже после причастия. И когда так не хотел блудить, после того, как у нас был, неправильно. Алексею надо очень крепко задуматься, помолиться, эту игру окончить. Это игрище устроил себе. Вот молитву дали, вот он едет, где-то встречается. Все, лайки, как говорят, набирает. Да другие просто ничего там этого не делают. Двоем едут, показывают. То сверху машины идут, а машину кому-то подарить. Три с половиной миллиона. Три с половиной миллиона на одном ролике. А ничего нету. Выходит, колбасит там, руками размахивает. Он посмотрел, мне под... А Эльдар там такой какой-то еще. Ничего нету. Совершенно. Две женщины идут голые сзади. Что они сделали? Ничего нет. Они взорвали интернет. Ну, наверное, вместе звук какой-то издали. Не знают Бога. Совершенно нет. Комедию устраивают. Дальше Юрий Соболев. Сквосредственным днем, Магдан Тихонович. Посмотрел ролик. Фрагментарно. Бесед наших о строительстве храма в Екатеринбурге. Ваши ответы еще ярче в ролике выглядят, нежели в режиме реального общения. Это мое субъективное мнение. Какое-то новое видение, что ли. Спаси Христос. Тогда говорил, что не закончено было. Тармошник, кто он? Владимир, Кирилл, Екатеринбургский митрополит. Должен бы выйти к народу. В самом простом, рабочем. Какой у него там ряса, халат. Не знаю, как назвать даже. Встать на колени. И попросить прощения за такую смуту, которую посеял. Тысячи людей перессорили. А церкви отвратили. Сложить сан и уйти в затвор. Пожизненно. А те, которые сидят там, выпустить, заплатить за то, что сидели, и в самый лучший санаторий послать. За счет митрополии. Тогда другим будет примеры поощрения героическим действиям. А это размазали все. Наталья Чарнукова. Спаси Христос Игнатий Иванович. В деревню поделите от меня поклон бабушке Серафиме. И Надеже Васильевне передайте. Я отвечаю вам для сведения. Там одни из Америки полный комплект. Присылаемые за книги деньги уходят из банка сразу же на нуждающихся. Тем, кому это крайне нужно. И, как правило, к деньгам даже и руками не прикасаюсь. Если кто-то есть, я беру с собой. Когда паспорт отдаешь на получение денег, там деньги. Я им подаю, они берут, я к ним не прикасаюсь даже. Это пишу для того, чтобы вы помолились, чтобы ушло все это в нужные руки на детей, на болящих. Это ваше драгоценное милостыне Богу. Это не за книги высылают, а я их называю как милостыня. Потому что и книги-то не мои. Ну, мои я издал. Ну, не уж мои деньги. Речь идет о больших суммах. Низкий вам поклон от всех нас. 2 июня в Потеряйке будет День деревни отмещаться. 28 лет, как в начале с нуля. Ей будет уже 2 года со дня ее основания. 8 июня выезжаю туда до 10 октября, если так будет угодно Богу. 10 июня мне будет ровно 80 лет. 7 июля будет там крещение в озере. Приглашаем вас посетить нас и побыть с нами. Позанимаемся. Приезжать думает отец Владимир Головин. Друзья, милости просим. Лидия Муранова выезжает уже из Москвы. Сегодня постараемся курьера вызвать. Вот так. Копировать надо. Вызвать. Отправить на почту. Максим какой-то пишет. Помолиться за мою бабушку Софью. Ночью в больнице стало очень плохо. Хотели забрать в реанимацию, но положили в хирургию. Причина? Более стих, какие-то боли и спазм в животе. Достоверно не выяснено. Хотя прошли анализы, иудеи и так далее. Я знаю, что вас часто просят помолиться. Молиться и поэтому откровенно рассказываю вам ситуацию. Я знаю, быть может, время разлучения настанет. Или испытания, или наказания. За все благодарю Господа. И прошу помолиться вас, чтобы Бог смиловался над ней. Спаси Христос. Конечно, помолились, но как Богу угодно. Виталий, там, в ком-то, говорит, адвокат БАП. Человек, оперативная кличка. Видимо, архиереи там вышел. Или кто про хамство, про теория Ткачева. Ну, там, что-то между собой разговаривает. Ткачева с пеной рта защищает невежество прихожанок. Там, Георгий Максимов. Это о нем, видимо. А лощеному служке патриарха даже и во сне не приснится, наверное, повысить голос на женщину. Такие типажи в благоговейном ужасе смотрят на патриархальное отношение к женщинам. Ничего не понимает бедолага. Уранаполит гонит Ткачева из России. Как-то нелогично. Ай-яй-яй. Это скандальный ролик. Исповедь. Полная версия. Ткачев, отец Андрея. Учит, как мужа каятся. Ну, ты исповедил победение своих братьев в кратках. Там сидит он в интернете. Какой-то золотарев или кто-то там девушка. Он отвечает. Ну, столько он там говорит. Он такой за по скайпу. Андрей Ткачев. Столько говорит, ну и сыпет. Так, говорит быстро. Я все называю. Из мешка проса. Прорезанного мешка. И ничего о Христе нету. Нету. И все это уходит. Только поговорили. И выдувает просто из головы. Как будто ничего не говорил. Ну, хоть бы один раз открыл Писание и сказал. Вот, Писание говорит. Поэтому я так поступил. Согласно Писанию. И вот Кадди, это судья мусульман. Идет по базару. Тут фильм такой они маленький сделали. И проверяет, какая свежесть продуктов. Что. Их наказывает. А потом его там по дешах свой на допрос. Говорит, много жалоб. Вот это вот. А ты повелел. Говорит, за уши прибить к забору. Ну, куда это годится? Он говорит, это закон такой был. А почему именно так? А дальше это в нашем решении я смотрю. Вот. И все это так доказано. Ну, это никак. И вот здесь надо ткачать. Ткачев комментирует лично. Острой ситуации с Исполнием. Отец Андрей о поведении своих собратьев отвечает. Лично. Что я действительно не могу понять. Что они на меня бросились? А его сотоварищи-то прям загрызли. Он весь изменился даже. Зачем повышать голос на женщину, если в этом нет особой причины. Это другая. Ой, кто-то говорит тут. Крис какой-то. Ну, и дальше надо посмотреть. Поедать. И вот так и продолжают в МП такие, как Максимов. А Максимов вообще, я не знаю. Я посмотрел, где его. Ничего нет. Просто доевшийся сидит там. Кого бы не было. Ему разницы нет никакой. Чтобы его не трогали. Ну, как же так-то. Ну, суд же Божий будет-то. Почему? Не остановитесь. Это хотя бы рассказали. Заказ сделали. Да, заплатили. Ну, я не пойду убивать его. Ну, и догрызают прямо. А Степаненко об этом и говорит, Максим. Пожирают друг друга. Карманный батюшка таким нужен. Такой он есть. Вот так. Зачем ставить поту на ватарке в виде птицы? Если в этом нет вообще никакой необходимости. Кто-то говорил. Сергей просил в ватарку поставить свою поту. Будьте любезны, милости государь и государыне. Или нет необходимости. Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Те, кто не выполнил правила нашего общества. Виталий говорит. Напоминаю, что Игнатий Тихонович тоже просил поставить всем свои фото. Если кто-то не в курсе. Необходимо сесть, так как это правило сообщества в скайпе. Крис какой-то. Виталий. Кого-то говорит про кого-то. Опять же про шахматы. Но что и бесы одолевают. Молитвы ИТ, Игнатий Тихонович, сейчас я думаю, пробуждают совесть и разворачивают к Христу. Вот так. Вот они между собой переписываются и оставляют. Дмитрий Лемеш. Правил сообщества придерживаются обязательно нужно. Что касается фото на Аватар, я считаю, это не обязательно. Главное, живое общение и суть изрекаемых слов. Олег. Меня лично раздражает, когда собеседник без фото, какой-то непонятный дух получается, который сам себя боится за нарушение правил. Обычно следуют санкции. Ирина. В чужой монастырь со своими правилами не лезут. С фото нужно. Зачем философию всего разводить-то? А Дмитрию надо переодеться в летние Аватарки. Елена говорит, почему не стать? Если такого работает, КГБ. Вот и все. Елена по Артуру говорит, родственники в отделе МВД по терроризму. А канутов нет. Ну и пусть сидят дома, не вылазят. Зачем он вылазит-то? Работает там, работает. Никто не заставляет. Ну, правила наши в обществе. Другое общество. Приходи, где там могут вместо себя собачку поставить или еще какой-то медведя. Хоть бы фото тетю поставила то зайки и птички. И шоу, чем в лесах. Сегодня. Рафиль пишет. Сегодня мы начинали говорить про язык богослужения в РПЦ и закончили каждый о своем. Но эта тема уже закрыта. Меня лично раздражает, когда собеседник без фото какой-то непонятный дух получается, который сам себя боится. За нарушение правил обычно следуют санкции. Ну, еще вот так. Ну, и дальше переписывает. За язык. Сами говорят. Вот они потом пишут. Меня зовут Женя. Я из Украины. 3 августа. Исполнился 30 лет. Открылась что-то с травмой. Мощал видеть, слышать. А потом опять ушел. Опять все за прежню. Ушел от Бога. Пил, курил. Ну, раз пил, курил, значит и блуд там есть. Пил, курил. И только назад. Опять открылись глаза. Опять все это. Ну, это не мне писать. Я этого не знаю. Пошел за Христом. И Бог слышит. Радость общения жизни. Так это не сюда пришел. Пошел к секте. Там вот он, ура, все поднимает. И дальше живы, молися, блуди. Начал смотреть вас в Ютубе. Вы говорите истину. Это ошибок столько делает. Хотя бы этим занялся, убрал бы лишние ошибки-то. Видно по человеку. А у вас не трудно помолиться. Не подумайте только, что я больной на всю голову, Женя. Женя. Не на всю голову, но, может быть, на девять десятых. Галина там щебарница зашла. Лапкина уникальный человек. Хотя много можно поучиться. Всегда она начинает так, а потом заупокоит. Она была у меня. Я ее все равно в список занялся. К сожалению, не признает критики. Ей не признает. Она сейчас начинает там лопотать. Говорит, совершенно не по делу. Пруд-то мы копать, думаем, нанять. И она тут. Какое бы дело не было, она там такой тоже был. Прикидывался каким-то эромонахом. Разобрались. Там ничего нет. Шпиндик какой-то. Слюни распускает. Это тоже пришлось туда же отправить. За хвосты в яму. Сам он не прошел эту борьбу. Сразу встал. Это редчайший случай. Значит, не имеет права так говорить. Я говорю, борется со страстями. Все со страстями. Как надо? По пункту. Почему начинать? Да это на бумаге только. На деле ничего этого нет. Это интересно писать. Вот разбирает. Как кто-то не делать? Курить он не будет. Вот обратился. Но теперь он не две пачки вы, а одну. Потом попал папиросы убавляет. Ну и лет через десять может быть он бросит. Ну глупости все это. Я уверовал. Сразу Бог изменил меня. Я встал. У меня ничего этого нету прежнего. Все переменил. И учиться там. Девушка-то у нас обратилась. Она пошла документы забрала сразу. Даже не моя специальность. И дальше все пошло. Вот. Так же эти ограничения. То есть не слушай только изучение мое тоже. Я не враг. Я отвечаю. Она была у меня в моем мире и пришлось занести в черную списку. Совершенно бестормозная. Там, похоже, засел не один шулер под именем гремящей посуды демона. Щебарничать на кухне, греметь чугунами. Вячеслав. Мучает плотская страсть. Посту, молитва, труд решает вопрос. А тщеславие и гордость и следов не останется, когда будешь заниматься благовестием. Как только противникам находятся сразу, с ног до головы грязью обольют, особенно собратья. Чем тут тщеславиться-то? Когда благовестиешь. Вот и борьба настоящая со страстями. И вот она пишет, Галина Аврельская, там этот Романов Сергей такой на Урале где-то низкого роста такой он выступает. Натя Тихонович, ссылки речи Гумена Сергея Романова с Урала. По силе вашей прокомментируйте про это мунтующее место под храм в сквере Екатеринбурга. Мнение либо утверждение наших русских светильников веры о том, что это будущий храм Метаноя русского народа на 37 тысяч молящихся и целый комплекс за просвещение народа в Истине. Ничего этого не будет. Пустота. Дальше сразу начинают клянчить деньги, платить холодом. Ну, такую высоту сделали там где-то топит, что ли. А я отвечаю об этом Сергею. Очередной ужас по мимике, по голосу, содержанию. Это политрук прошлых лет восстал и захлевывается. Я его не знаю. Я просто посмотрел лицо, выражение. У меня такое мнение. Это политрук. Ничего нет там христианского. Нет. Все надо сказать, куда-то на Путина выйти, то ли эти положительные палец кверху называют лайки, лают там. Собак собирает вокруг себя. Один за фотографию, что не то. Многое понял, благодаря этому. Благодарен безмерно. Низко вам кланяю за дела, которые вы делаете. А теперь об этом Сергея в леске отвечает. Да, поняла. Посматриваю иногда выступление игумена Сергея, но восприятие взаимно с вашим. В основном политинформбюро с Богом. Ну, вот какое-какие события. Хорошая погода была. Сухари сушу на сарае. Вот. Целый день на улицу пошел, походил, покормил там с кошками разбираясь, которых зиму кормили здесь. А теперь появились мыши там, где продукты. Им там надо быть, выпустить, накормить. Они где-то вылазят. Это тоже время все это отнимают. Ну, и как правило, это семикратно в день прославляю тебя, Господи, за суды правды твоей, чтобы видно было четки. Вот так. Ежедневно, чтобы было тысячи поклонов перед Богом, за все дела, откуда звонят много, просят помолиться за болящих, за путешествующих. Ну, и просто так. А тут готовимся поехать еще на 2-е июня потеряю, то есть неделя остается. Там будет день деревни, а потом уже через неделю выезжать. Даже меньше. Субботу, 8-го придется выехать. Думал, 10-го, но попадает 10-е на понедельник, и все. Вот здесь что тут вставить. Вот оно как. Это я говорил об этом. Что мне вырезать? Убрать снова. Ну, и все на этом. Наши ресурсы показать, как правило, всегда. Это вот все у нас тут. это мой мир. В моем мире это морской трибунал. Показать. Люблю вот эту систему. Мой мир. Вот так, где я в шапке просто, а где с головы, вот так контрольно туда не надо. А это вот по милости Божьей, наш православный видеоканал. Ну, не такой большой, конечно. Так. 37 тысяч 449 подписчиков, 36 миллионов 209 просмотров. Это у нас где-то 15 тысяч 300 с чем-то роликов. вот так. Нам разницы нет много, мало. Я выполняю миссию Божию. Говорю, пишу, ответы на вопросы. Ну, и большой очень у нас форум 1600, тем, вот как выглядит православный форум Игнатия Лапкина. Ну, у нас еще есть и во свете Библии православный библейский сайт. Особенно ценно, это на правой стороне 4124 ответа по темам, 55 тем. Вот на этом все на сегодня. Игнатия Лапкина. Игнатия Лапкина.